так в общем вот этой табличкой когда мы сделали вот почему мы изучали почему надо изучать зарубежный опыт потому что сейчас вот я вы наверное слышите тоже в новостных по россии пишут что савельев не помню имя дмитрий савельева по моему в госдуме российской федерации выносит ряд законов для того чтобы ввести исламские финансовые инструменты законодательства российской федерации то есть они естественно не называют их опять-таки какой-то исламской терминологии но называют там инвестиционные вклады и так далее то есть когда мы что-то разрабатываем мы не должны сидеть и сами придумывать да во первых нас а нет шариатских достаточных знаний б в казахстане в россии вообще это дефицит шариатскими экспертами и цель если уже есть страны где там очень сильные школы где это все уже оправки из организации которые раз занимаются стандартами зачем нам брать на себя какие-то какую-то лишнюю инициативу данном случае для нас всегда удобно мы смотрим на опыт бахрейна для меня допустим бахрейна это очень показательный пример во многих даже по контрактам вот сейчас тоже анонсируем и альхамдуля заканчиваем новую книгу вот и тоже хотим через рио совместно вот с братьями с ренатом с галимом заребьяновичем потом распространять и в россии у нас мы написали совместно коллеги из казахстана и россии она будет называться исламское финансирование теория практика вопроса регулирования вот в частности у меня допустим раздел исламский банкинг я пока старалась на примерах показать допустим кредитные карты да ну вот взять несколько примеров с действующей практике старалась дать какие-то сравнительные вещи допустим вот мы с вами рассмотрели две страны у меня там еще есть иордании суда ну то есть вот такие вещи чтобы было интересно во первых читать не только в теорию что вы смотрели и на практике как применяется есть раздел по токафолу сестра вот куралай написала у нас казахстане вы знаете есть такая у компании единственная по моему в снг вот и как раз девушка которая молодая девушка она является председателем этом страховой компании и она соответственно писала раздел то есть уже с учетом опыта у нас есть раздел по сукук очень интересный раздел в сентябре мы ездили в москву внешэкономбанк проводил семинар по сукук это ваш крупнейший банк в стране давнишь экономбанк и мы поняли насколько большая потребность в вообще в информации по сукук и наш раздел он сопровождается не только теория не только конкретными схемами на каждый тип сукука но и примерами то есть такими яркими примерами до чтобы было понятно как вообще сукук работает будет вот мадина калимулина у вас известный эксперт в россии она хамдуля тоже написала раздел написал габбасов ренат по инвестиционным фондам то есть такой вот разно авторы мы постарались налоги мы там даже освещаем до вахитов рустам от который сегодня выступал он как бы нам тоже помог в этой работе но мы иншалла надеемся где-то в конце январе-феврале мы будем выпускать эту книгу она будет по себестоимости продаваться то есть никто не будет на этом делать какой-то бизнес это все-таки с другими намерениями но мы не можем ее продавать бесплатно потому что тираж будет очень ограничены ну то есть мы максимум и ну 200-300 экземпляров напечатаем все это уйдет в наши вузы казахстанские вузы ну мало потому что у ну нет еще с таких средств то соответственно по себестоимости посмотрим чем больше тираж будет тем меньше будет себестоимость одного издания так значит а следующий второй вопрос который мы хотели хотела бы сегодня с вами разобрать это обеспечение ликвидными инструментами банковского сектора это как раз тоже чем занимает инициатива центрального банка бахрейна и вот данный данный полностью весь практический раздел мы делали недавно рекомендации для нашего национального банка и естественно эти рекомендации были основаны не на нашем каком-то опыте да а на опыте бахрейна как раз таки и что касается системы страхования мы также написали письмо в наш национальный банк привели пример как была создана традиционная система привели опыт зарубежных стран и попросили рассмотреть возможность изменить условия для исламских банков национальный банк центральный банк страны на начальном этапе должен помочь создать эту систему своим капиталом а потом постепенно выходить из этого капитал из этого фонда по мере по мере роста участников по мере роста индустрии так смотрите что такое еще раз любой банк любой банк это в данном случае механизм один есть активы у банка есть некоторые активы и есть пассивы да все бухгалтерию любят и знают активы всегда равны пассивам и пассивам так смотрите в активах определенной дать начнем с пассивов мы сказали что порядка 20 процентов мы возьмем самый оптимальный сценарий 20 процентов собственный капитал 2015 но это бахрейнские банки а многие исламские банки 12 15 ну где-то вот так ну грубо говоря давайте возьмем 20 20 процентов это собственный капитал какая-то часть может быть за счет исламских ценных бумаг то есть исламский банк может выйти на рынок и разместить ценные бумаги вы знаете что эти бумаги будут называться сукук до исламские ценные бумаги они могут быть разные они могут структурированы быть на основе сукук аль-вакала сукук аль-мушарака сукук аль-джара разные контракты у каждого контракта свои какие-то характеристики и определенную часть пассивов формируют банки за счет чего вкладов и депозитов клиентов правильно это могут быть вклады клады и мы называем их не депозит а больше как счета до инвестиционные счета это могут быть клиенты а могут быть межбанковские вот эти депозиты мы понимаем что они могут быть в любой момент отозваны правильно поэтому когда банк будет формировать активы он будет учитывать тот момент что определить не все конечно не все вкладчики прибегут и отзовут но некий процент это у каждого банка индивидуально они рассчитывают данную сколько примерно надо держать какая часть примерно может быть отозвана по предыдущему опыту есть там специально формула чтобы который позволяет приблизительно оценить сколько какая часть депозитов может быть отозвана вот предположим вот определенная часть может быть банком отозвана клиентами злите отозвана соответственно когда банк будет решать куда деньги инвестировать он не может инвестировать полностью все мура баху ли вы джару потому что эти контракт они ну не имеет банках права отзывать соответственно определенную часть банк будет держать просто в деньгах или в резервах то есть есть такие не резервный капитал это резервы в национальном банке это специальные счета центральной банке специальные счета куда банки отдают деньги на хранение они называются минимальные резервные требования то есть какие-то резервные деньги определенную часть средств банки будут инвестировать куда в исламские ценные бумаги чем отличаются исламские цены бумаги от финансирования то что исламские цены бумаги вы можете продать без проблем это ликвидный инструмент что такое ликвидность нет да вот смотрите когда мы говорим правильная это с возможной скорость превращение в деньги правильно когда мы да что мы га это что мы подразумеваем когда мы говорим что банк определенную часть активов должен держать в ликвидной форме. Мы подразумеваем, что это некие активы, которые должны генерировать какой-то доход. Потому что если они не генерируют доход, мы будем держать в деньгах. Правильно? Просто на счете в деньгах держать и все. То есть эти активы, они должны генерировать, создавать хоть какой-то доход. Но их в любой момент можно превратить в деньги. Каким образом? Перепродать. Перепродать, да. То есть если, допустим, вы выдали финансирование в виде Мурабахи или Джаро, вы не можете это каким-то образом отозвать, да, особенно по мурабахи. Мурабаху вообще нельзя ни секьюритизировать, ничего, потому что это долг. Соответственно, определенную часть денег банки должны инвестировать в исламские ценные бумаги или в какие-то либо инструменты, которые легко превратить деньги. Соответственно, у исламских банков на рынке должны быть исламские ценные бумаги. Хорошо, когда индустрия развита, и эти исламские ценные бумаги есть, но индустрия на сегодняшний день не то что исламских ценных бумаг, вообще ценных бумаг она слабо развита и в России, и в Казахстане. И, соответственно, некую часть банки вкладывают, финансируют клиентов. Это может быть мурабаха, это может быть иджара, в каких-то случаях, в исключителях, это может быть мушарака и какие-то либо другие инвестиции в капитал, может быть, и так далее. И определенную часть составляют основные средства, нематериальные активы. И еще нематериальные активы банки очень много должны инвестировать в технологии, информационные технологии. То есть сейчас вопросы безопасности, вопрос интернет-банкинга. Банки должны уделять этому большое внимание, поэтому здесь тоже определенная часть. То есть работающая часть, та часть, которая реально приносит банку основной доход, это финансирование, это мурабаха, джара, какие-то контракты. Они позволяют банку зарабатывать достаточно прибыли, чтобы выплачивать доход инвесторам, вкладчикам и обеспечивать себе некую рентабельность. Вот эта часть, она тоже приносит банку некий доход, но меньший, скажем так, это промежуточное значение между деньгами и финансированием. То есть их легко можно превратить в деньги, поэтому доход небольшой. Понятно? Теперь смотрите, что происходит? Происходит таким образом, что на рынке дефицит исламских ценных бумаг. На рынке даже в развитых, даже вот в Бахрейне дефицит исламских ценных бумаг. Вот таких бумаг, которые бы выпускались компаниями, и в которые бы исламские банки свободно бы инвестировали деньги. Что происходит? Происходит то, что банки вынуждены вот эту всю часть держать в наличности. Как вы считаете, это для них выгодно или невыгодно? Если нету исламских ценных бумаг, они не могут направить на финансирование. Они должны, и даже по базелю, они должны держать их в ликвидной форме. То есть у них нет вариантов. Они не выгодны. Получается, они теряют часть своего дохода, правильно? Который могли бы заработать. Либо они идут на излишние риски, финансируют клиентов на какой-то краткосрочной основе, там полгода, но они берут на себя излишние риски. Получается, если банк не инвестирует в какие-то ликвидные инструменты, то он теряет часть своего дохода, он теряет часть своей прибыли. Это делает их, опять-таки, неконкурентными по сравнению с обычными банками. Что в этих условиях может сделать регулятор? По примеру Центрального банка Бахрейна, мы видим, что регулятор может сделать очень многое. Регулятор может быть инициатором выпуска, он может быть эмитентом. Кто такой эмитент, знаем? Это тот, кто выпускает. Эмиссия — это выпуск. Центральный банк Бахрейна является эмитентом трех видов исламских ценных бумаг. Первый вид — это краткосрочный сукук аль-салям. Это ценные бумаги, которые выпускаются на три месяца. Это краткосрочные ценные бумаги для банков, у которых есть излишек денег. И для того, чтобы этот излишек денег хоть какой-то доход сгенерировал, Центральный банк Бахрейна выпускает трехмесячный сукук аль-салям. И по статистике можно посмотреть, каждый выпуск oversubscribe, то есть переподписка идет. То есть спрос больше, чем CBB выпускает. Это говорит о том, что инструмент востребован рынком. Второй инструмент — сукук аль-эль-джара. Также инструмент, который позволяет банкам инвестировать, но уже на шесть месяцев. И мы с вами рассмотрим, позволяет банкам в случае, если у банка была излишняя ликвидность, он купил сукук аль-эль-джара на шесть месяцев, но через два месяца ему срочно нужны деньги. Данный инструмент, сукук аль-эль-джара, позволяет провести еще одну сделку и покрыть дефицит денежных средств. Мы на примере посмотрим. Перепродажи. Да, перепродажи. Перепродать и потом назад купить. То есть сукук аль-эль-джара — это торгуемая ценная бумага. Вы сукук проходили? Сукук — это исламские ценные бумаги. Есть торгуемые бумаги, которые ты купил, и ты можешь их дальше продавать. Есть неторгуемые. Вот мурабаха и салам — это неторгуемые ценные бумаги. Почему? Потому что ты как бы купил долг, ты не можешь его продавать, этот долг. А вот и джара, и мушарака, мудараба — это торгуемые бумаги. Их можно продавать, потому что ты покупаешь либо право на актив, либо асамактив покупаешь и так далее. Также центральным банком Бахрейна был разработан вот этот механизм Islamic Sucuk Liquidity Instrument. Как раз благодаря этому инструменту исламские банки могут получить краткосрочную ликвидность. Когда мы говорим получить ликвидность, мы что подразумеваем? Мы подразумеваем деньги. Когда говорят под ликвидность, то говорят, что банк может получить необходимые деньги. И еще один инструмент, который был запущен буквально в 2015 году, в апреле — это депозит вакала. То есть исламский банк, если у него есть свободные денежные средства, может инвестировать в CBB на одну неделю. Срок этого депозита — одна неделя. Мы чуть дальше рассмотрим его механизм. Значит, первое — это вот Сукук Аль Салам. Тут на английском, но я вам покажу, объясню, что здесь имеется в виду. Значит, Сукук Аль Салам. Салам — это что у нас такое? Кто мне скажет? Вчера объясняли хорошо или позавчера, что такое Салам? Что за контракт? Как? Финансирование? Какое финансирование? Авансовое финансирование. То есть что здесь имеется в виду? Что деньги оплачиваются 100% сегодня, а товар поставляется в оговоренный период в будущем. Важно, чтобы этот товар был каким? Однородным, чтобы его легко можно было купить и продать на рынке. То есть у самого контракта Салам есть ряд условий. Вам об этом говорили, по-моему, в среду. Очень хорошо говорили, говорили про российский опыт и так далее. Смотрите, давайте последовательно. Кто участвует в данной сделке? В данной сделке, по сути, участвуют следующие игроки. Сам Центральный банк Бахрейна, CBB, Центральный банк Бахрейн, участвует правительство Бахрейна. Правительство Бахрейна принадлежит алюминиевый завод. И в данном случае товаром, который покупают авансом, является алюминий. То есть алюминий – это товар, за который банк дает предоплату и получает его, соответственно, через определенный период в будущем. В данном случае здесь выступает Бахрейн Исламик Банк. Это ритейловый банк. Вы видели его в шестерке банков. Бахрейн Исламик Банк представляет интересы не только свои, он представляет всех банков, которые желают участвовать в данной Салам-сделке, Сукук-Салам-сделке. Он является как бы представителем других банков, официальным представителем. И вот Центральный банк Бахрейна выбрал. Опять-таки мне, что нравится, Центральный банк Бахрейна, они проводят в данной сделке Бахрейн Исламик Банк, в другой сделке в Пайджаре там будет Измар Банк. То есть в разных сделках есть какой-то лидирующий банк, который вот… Потому что Центральному банку Бахрейна неудобно работать со всеми банками. Хоть их и шесть, но ему неудобно работать. Поэтому он выбирает один банк, и уже Бахрейн Исламик Банк работает со всеми другими банками. То есть собирает деньги, распределяет их и так далее. То есть вот когда мы видим Бахрейн Исламик Банк, мы здесь подразумеваем, что это лидирующий банк, который представляет интересы и других исламских банков Бахрейна. И также у нас Центральный банк Бахрейна, он выступает вначале как продавец, потом он выступает как агент от исламских банков. И также есть у нас рынок, обычный рынок, на котором огромное число, огромное количество покупателей и продавцов. Значит, смотрите, цифра 1. Правительство Бахрейна, вот оно у нас здесь, и Центральный банк Бахрейна. Первое у нас ведет взаимодействие между этими структурами. То есть Центральный банк Бахрейна берет на себя обязательство продать алюминий. То есть алюминий как бы переходит теперь в Центральный банк Бахрейна. Он своего рода как агент правительства Бахрейна. Понятно? Потому что у Центрального банка нет алюминия, у самих, правильно? А у правительства Бахрейна есть. У них есть завод, который принадлежит правительству Бахрейна, поэтому он берет обязательство продать этот алюминий. Вторая сделка. Центральный банк Бахрейна на сумму вот этого алюминия, предположим, что это 25 миллионов, выпускает сукук для того, чтобы привлечь деньги. Исламские банки, subscription это подписка, подписываются на этот сукук. Сукук это ценная бумага, поэтому распространяется через подписку. То есть они подписывают один исламский банк на 5 миллионов, другой исламский банк на 10 и так далее. Они подписались на 25 миллионов. Эти деньги переходят в Центральный банк Бахрейна. Вот у нас идет 100% оплата, адванс оплата. Пока товары мне передают, пока переходит только оплата. Правильно? По Саламу у нас 100% аванс. То есть исламские банки передают 25 миллионов Центральному банку Бахрейна. Теперь, смотрите, идет, оплачиваем сегодня доставка в будущем. Для того, чтобы понимать любые сделки, надо хорошо знать контракты. Если у вас пробелы где-то в контракте, не поленитесь, я их буду повторять несколько раз, не поленитесь, возьмите таки усмани, на русском языке есть, и хорошенько-хорошенько закрепите себе контракты. Все исламские финансы, банки, токафу, фонды, все, все, жизнь зыждется на контрактах. Если у вас где-то пробел в контрактах, вы будете пропускать другие инструменты. Сукук, фонды, они все зыждутся на контрактах. Значит, получается, Центральный банк Бахрейна перечисляет деньги правительству Бахрейна, 100% платеж и на условиях, что доставка будет в будущем, через 3 месяца, потому что Сукук Аль Салам трехмесячный контракт. Помним об этом? Помним. Доставка товара через 3 месяца. Значит, дальше. Центральный банк Бахрейна доставляет, прошло 3 месяца, алюминий доставляется, доставка алюминия через 3 месяца. Исламским банкам нужен этот алюминий? Он не нужен. Им нужно что? Им нужно продать его и получить маржу. Они купили его за 25 миллионов. За сколько они будут его продавать? Как вы думаете, больше 25 миллионов или меньше? Больше. Больше. То есть, вот разница, это что будет? Это будет их доход от Салам сделки. Здесь нету, потому что все, опять-таки, диктуется рынком, поэтому Центральный банк Бахрейна не может сказать, сколько будет стоить алюминий, правильно? Ну, предположим, что на рынке алюминий, допустим, 28 миллионов долларов, да, там сильно такая большая разница. Ну, все зависит, опять-таки, рынков. Получается, Центральный банк Бахрейна уже действует как агент исламских банков. В первом случае он действовал как агент правительства и продал этот алюминий. Теперь он выступает как агент покупателей, он выступает как агент исламских банков. И он, вот смотрите, доставка алюминия на maturity day, это на дату погашения Сукук-Салам, то есть через 3 месяца. Далее, продажа алюминия на рынке. Продали по той цене, которая есть на рынке, правильно? Продали. Теперь цена, которую за продали будет 28 миллионов, она переходит у нас, получается, в Центральную банку как агенту, и Центральный банк направляет исламским банкам. То есть разница между ценой, за которую они заплатили авансом, и ценой, которую они получили через 3 месяца, это и будет доход исламских банков. Здесь, почему это шария комплайн? Потому что здесь сама сделка основывается на контракте, который бесспорно, Салам, он бесспорен, это один из тех видов контрактов, который является исключением. Когда товар не поставляется немедленно, разрешается поставка в будущем. Два контракта, это Салам и Стесна. По всем остальным контрактам, то есть по мурабахе, товар должен немедленно быть поставлен. Соответственно, в данном случае на основе Салама Центральный банк Бахрейна разработал очень удобный инструмент, который пользуется большим спросом у исламских банков. То есть если у него, он предполагает, у них все эти расчеты есть, он видит, что у него в течение 3 месяцев будет какие-то вот на 5 миллионов свободные деньги. То есть вот эта часть, допустим, здесь есть какие-то 5 миллионов. Мы не можем их направить на финансирование, потому что мы должны держать в ликвидной форме. Мы знаем, что нам на 3 месяца эти деньги будут. Зачем они у нас просто будут лежать в кэше? Мы можем их вложить в Сукук Аль Салам и через 3 месяца получить свою маржу в этой надбавке. 25 заплатили, по 28 продали, 3 миллиона доход на всех участников и какую-то маржу получил каждый из исламских банков в зависимости от того, сколько он вложился в эту сделку. Понятно вот этот механизм? Механизм востребованный и механизм в Казахстане также легко его имплементировать. У нас есть пшеница, у нас есть товарная биржа, если национальный банк захочет, это также можно. Пшеница пользуется огромным, там огромное количество покупателей, продавцов. То есть здесь важно, чтобы был рынок. Соответственно, товар легко заменяемый, есть определенные характеристики и так далее. Вопросы, ребят. Если не будет вопросов по этой схеме, значит в этом спите или смотрите в телефоны, что-то делаете, но не смотрите на… Это важно, вот эти все вещи понимать, для того, чтобы понимать, как индустрия должна работать. Исламский банк не может работать только выдавая финансирование. У исламского банка должна быть инфраструктура, должны быть источники, чтобы в случае, если у него есть какая-то ликвидность излишней деньги, быстро инвестировать, положить дополнительный доход. А если у исламского банка возникнет потребность в инвестировании, в краткосрочном, он также должен иметь возможность привлечь деньги в шария комплайн, да, то есть в соответствии с шариатом. И таким образом бесперерывно, стабильно работать. Если этих механизмов нет, тогда банки будут сокращать финансирование, и они будут очень уязвимы. Есть по этому вопрос? Да. Вот вы говорили о том, что банки будут ценные бумаги, это только ценные бумаги, которые банк может быстро и превратить деньги. Да. То есть если вот эти вот ценные бумаги были куплены на основе договора, и вот не прошло вот этого времени, да, то есть в трех месяцах банку нужны эти деньги. Ну, товарищи не проданы, товарищи нет. Товара нет, да. Да, товара нету, и, соответственно, их удовольствие будет отдавать. Никаких проблем нет, центральный банк уже как залог в курсе, что алюминий имеется, может спокойно выделить эти ценные бумаги? Есть другие механизмы, то есть он уже этот салам не продаст, потому что он в данном случае, он может привлечь, да, через, не через салам, в данном случае салам, это он вкладывает излишки, салам не позволяет ему привлечь, правильно? Но есть другие механизмы, которые ему позволяют привлечь. Но, опять-таки, здесь для этого есть, в каждом банке есть трежери департмент. Трежери департмент – это как раз-таки департамент, который является казначеями, они управляют деньгами. Если они, допустим, что-то неверно рассчитали, они должны доступ иметь к разным инструментам. В случае, если, допустим, они ожидали три месяца, но им надо, есть другой инструмент – Сукук или Джара, он позволяет вот более ликвидно, но здесь ставка доходности будет, грубо говоря, может быть выше, чем в другом, да? То есть если какая-то характеристика дополнительная есть, то, возможно, ставка доходности будет чуть ниже. Понятно? То есть, смотрите, у саламских банков, у них должен быть набор инструментов. Не должно быть так. Вот сейчас исламские банки в основном в мире работают, у них на межбанковском рынке в основном два инструмента – это вакала и товарок. Два инструмента. Из-за того, что у них очень ограничены инструменты, они по рентабельности, исламские банки ниже, нежели конвенциональные, нежели обычные. Потому что у них очень ограниченный набор инструментов. И для того, чтобы ввести новые инструменты, то есть здесь достаточно длительная, может быть, процедура по одобрению шариатскими экспертами и так далее, и так далее. То есть сейчас вот рынок работает над тем, чтобы создать для исламских банков межбанковский рынок, рынок управления ликвидностью. И вот один из инструментов – это сукук аль-салам, но он хорошо работает, когда центральный банк подключается к этому механизму. Эту бумагу нет, потому что тут же долг. Вы же взяли в долг, вы не можете продавать долг. По налогам здесь очень много может быть моментов, потому что признание сделки. Здесь есть в налогах такой момент, как признание сделки. То есть доход необходимо признать, когда совершается реализация продукции. Сделка может быть обложена НДСом. Поскольку, смотрите, основной минус в налогах в исламских финансах то, что когда идет реальный товар, то облагается НДСом. Любой оборот, где есть реальный товар, возникает НДС. Финансовые сделки и в Казахстане, насколько я знаю, в России, они освобождены от НДС, потому что там только деньги, там нет никакого реального товара. Правильно? А здесь алюминий, реальный товар, идет купля-продажа, потому что здесь в основе контракта купли-продажи возникает НДС, и потом еще и может возникнуть налог на прибыль. У нас вообще салам пока не работает, у нас потенциально он может, но пока нет. По НДС у нас, по Казахстану принято в отношении мурабахи, это то, что приняли, да. По мурабахи у нас наценка освобождается от НДС, этот закон принимали 3 года. Да, очень долгая была процедура, но факт в том, что если по мурабахи сейчас банк работает, у него такие же условия, как и у обычного банка. Как залог в исламских, там тоже относительно залога, есть разные подходы, но вообще нет залога, нельзя. Смотрите, если мы смотрели про исламские банки, есть про Центральный банк Бахрейна, да. Вот с точки зрения инструментов, которые закладываются и продаются, есть Сукук-Эль-Джара, это следующий инструмент. Этот вот он может быть менее такой вот, как скажем, меньше функций, поэтому он и краткосрочный, он всего 3 года идет, ой, 3 месяца, извиняюсь. Вот давайте следующий контракт, здесь нет схемы, но здесь тот инструмент, который дальше на основании данного инструмента будет построен механизм управления ликвидностью. Значит, в данном договоре, в данной сделке в Сукук-Эль-Джара, опять-таки, инициатор Центральный банк Бахрейна, данный контракт, опять-таки, разработан, или данный механизм совместно с правительством Бахрейна. Почему? Потому что в Сукук-Эль-Джара обязательно должен быть что? Реальный актив. В Бахрейне используются либо дороги, либо использовался какой-то период времени госпиталь. Ну, то есть, госпиталь, больница, которая принадлежала правительству Бахрейна. Получается, что, опять-таки, Центральный банк, правительство Бахрейна передает данный актив в ведение, ну, то есть, они на баланс не ставят, но они, он переходит, он не собственность, он будет, получается, принадлежать держателям Сукук. То есть, здесь механизм такой, что, когда ты покупаешь Сукук-Эль-Джара, ты получаешь, как бы, право на сам актив, либо на право на пользование этим активом, правильно? Вот, но здесь, ребят, еще есть такое понятие, трасс-слой. У нас в Казахстане и в России такого нету понятия. Что такое трасс-слой? Это получается, что ты получаешь право на актив, но 100% актив тебе не принадлежит. Это есть такое трасс-слой. Вот оно, есть такое в исламских финансах ВАКФ. Есть же, изучали ВАКФ-фонд? Вот трасс-слой, английское трасс-слой, было разработано на основе, в принципе, ВАКФ. Вот, насколько нам объясняли, что первоисточником, вообще идея, она пошла с ВАКФ-фондов, вот то, что было развито вот в Османском халифате. Да, не все права собственности переходят. Поэтому данный механизм, он очень удобен вот именно использоваться в Сукук-Алильджаре. Вот смотрите, получается, правительство Бахрейна передает определенные активы собственности Биби, дороги, здания. Но в самом Центральном банке Бахрейна говорят, что мы не берем его на баланс, он у нас как забалансовый актив. То есть он переходит в собственность, но, вот, допустим, если возьмете баланс Центрального банка Бахрейна, вы там не увидите зданий, там и дороги, ну, стоимости. Это будет забалансовый актив в этом плане. Свободно от любых юридических требований со стороны других лиц. Имеется в виду, что данные здания, допустим, они никаким образом не могут быть заложены, на них какие-то там юридические взыскания, ничего. Это чистые вот такие активы. Измар Банк в данном случае, там был, помните, Бахрейн, Исламик Банк, здесь Измар Банк, он является представителем инвесторов. То есть он свои интересы представляет и представляет интересы других банков. Когда мы говорим представляет интересы, это значит, собирает деньги из других банков, перечисляет в CBB. То есть CBB работает только с одним банком, он не работает со всей группой банков. Измар Банк желает приобрести данные активы у CBB по определенной цене. Это цена и будет стоимость выпуска Сукук-Аль-Джара. Ну, допустим, там, не знаю, 1 миллиард, 1 миллион долларов США. Это цена актива. И вот стоимость выпуска будет на эту сумму. Это первый договор. Значит, заключается договор о купле-продаже между CBB и Измар Банком, как представителем исламских банков. Второй договор, договор лизинга. Измар Банк с другими держателями Сукук-Аль-Джара желает сдать актив в аренду CBB. Вот представьте, теперь госпиталь мы отдаем, получается, в аренду CBB, но под CBB мы понимаем, что правительство Бахрейна будет пользоваться этим госпиталем. Он переходит, теперь здесь возникает второй договор, это договор лизинга. И CBB от лица правительства Бахрейна соглашается арендовать этот актив. То есть госпиталь работает, госпиталь приносит доходы. А в Бахрейне вообще медицина бесплатная. То есть любой гражданин Бахрейна, он может бесплатно воспользоваться своими услугами. Но тем не менее, если, допустим, услуги для небахрейнцев платные, то есть в любом случае госпиталь генерирует некоторый доход. Вот этот доход, он направляется как аренда собственникам Сукук. Собственникам Сукук являются исламские банки, правильно? Вот, соответственно, из Марбанк, как бы вот это здание, теперь сдает назад CBB и правительство Бахрейна. Правительство Бахрейна и CBB выплачивают аренду, арендные платежи за пользование этим зданием или за пользование этой дороги. Дальше. Здесь очень важно, что когда CBB и Центральный банк, и Измарбанк, CBB и Измарбанк заключают здесь соглашение по продаже, CBB берет на себя обязательство выкупить актив назад по окончанию срока договора. Вообще сама Сукук, сейчас еще раз введем, Сукук Эльджара у меня схема есть, но я ее вчера на нее посмотрела, я что-то подумала, что я вас сильно загружу этой схемой. Там очень много, что CBB как оригинатор, как этот. Хотя бы поймите концепт, для того, чтобы схему увидеть, чтобы она вас не напугала, Сукук Эльджара, в том плане, что принцип такой, еще раз, дорога, давайте на примере госпиталя. Госпиталь продается инвесторам, инвесторы это исламские банки. Теперь исламские банки дают его в аренду правительству Бахрейна. Правительство Бахрейна использует это здание и генерирует доходы. Из этих доходов выплачивается аренда за то, что мы арендовали здание у исламских банков. Правильно? Теперь CBB обещает, что после того, как договор аренды закончится, а мы знаем, что Сукук Эльджара выпускается на 6 месяцев, CBB назад выкупает активы, назад выкупает здание по номинальной стоимости. Потому что исламским банкам не нужен этот госпиталь, правильно? И 100% там, потому что это государственный актив. Но исламским банкам важно получить а. доход и б. номинальную стоимость. Что такое номинальная стоимость? Это стоимость, которую они вложили в Сукук, правильно? То есть получается от Сукука Эльджара исламские банки возвращают капитал, который они вложили на 6 месяцев и получают аренду, получают доход в виде арендных платежей. И последняя сделка. В итоге корректируют правительство или центральный банк? Правительство. CBB там как агент. Везде проходит CBB, потому что CBB… Сукук Эльджар так и работает. И просто стоимость оплаты? Нет, ребята, вот Сукук Эльджара, она так и работает. Вот у нас сейчас, почему мы говорим опыт для Казахстана и России, да? У нас, иншалла, в следующем году правительство будет выпускать суверенный Сукук. Это вот событие, которое, не знаю, будет, ну, очень такого большого масштаба, и его уже на самом деле лет 5 ждут. Что будет там? Там опять-таки будут выпускать под дороги. Дороги принадлежат кому? Они принадлежат государству всегда, да? И эти дороги как бы переходят во временную собственность инвесторам. Эти дороги платные, они генерируют доход. Из этого дохода выплачивается аренда собственникам Сукук, и по окончанию дороги возвращаются назад. Понятно? То есть здесь такой же принцип. И поэтому Сукук Эльджара – это один из самых востребованных такой схем, структур, наиболее активно используется сейчас по размещению. Допустим, в 2014 году правительство Великобритании выпустило суверенный Сукук. Все осуществляют этот кейс? В 2014 году, пока Россия, Казахстан думают, риски оценивают, британцы уже выпустили. Это первое неисламское государство, которое выпустило суверенный Сукук. Что такое суверенный? Правительство выпускает. Есть корпоративный Сукук, да, когда компании выпускают. Тоже, когда смотрели Сукук, первый корпоративный Сукук выпустил Шеврон. Вообще не исламская компания. Пока мусульмане думают, взвешивают. Шария, не шария. Не мусульмане действуют, да? То же самое. Правительство Великобритании выпустило Сукук Алильджара под здания, под свои государственные объекты. Они как бы переданы, у них тросло, переданы во временную собственность инвесторам. Здания эти эксплуатируются, генерируют доходы, выплачивают доходы инвесторам. И по окончанию, в 17-м году, если не ошибаюсь, или в 19-м, здания вернутся назад в правительство Великобритании. Такие трубопроводы можно? Ну, а такие объекты, которые... Обычно это, знаете, что? Это обычно здания все-таки. Допустим, по дорогам, вот мы когда в Бахрейне учились, нам говорили, что шариатские эксперты тоже не в восторге от того, что закладывают дороги. Почему? Потому что если допустить потенциально, хотя такого не произойдет, в случае дефолта, дороги это принадлежит людям. Да, вот дороги, это то, что принадлежит гражданам данной страны. И вроде как правительство не имеет права распоряжаться вот там земли, дороги, то, что принадлежит гражданам. Ну, это так, я думаю, со временем. Самые популярные жары, это на примере каких-то зданий. Особенно, если это коммерческая недвижимость, тут вообще вопросов нет, потому что она генерирует доход. Вообще с этим сложностей нет. Ребят, по этой схеме, что здесь важно запомнить? Здесь важно запомнить, что, во-первых, Сибиби Бахрейна разработал инструмент, который позволяет привлечь деньги исламских банков и использовать их на, скажем так, здесь, по сути, это правительство Бахрейна использует эти, вот они же привлекли исламские банки, что-то с ними должны делать, правильно? В Бахрейне очень хорошо они развивают инфраструктуру, у них очень хорошие больницы. Вот, я, к сожалению, в Кувейте не была, но вот коллеги, которые были, они отмечают, что уровень медицины, вот именно больниц в Бахрейне намного выше, нежели в том же Кувейте. Хотя Кувейт может богаче по нефтяным. За счет чего? За счет того, что они очень эффективно используют вот эти исламские механизмы, не просто чтобы в данном случае управлять ликвидностью банков. Они же используют эти деньги с пользой, они используют для тех же самых госпиталей, для строительства новых, для ремонта, для модернизации и так далее. Они же привлекли на 6 месяцев деньги у исламских банков, правильно? То есть в данном случае выигрыши и финансовый сектор, выигрыши и сам реальный сектор, в данном случае социальный блок, госпитали. Так, здесь что важно? Здесь важно, надо хорошо понимать контракты Джара, что купля-продажи, обещание выкупить, обещание продать актив по кончанию срока и арендные платежи. То есть для того, чтобы понять, как работает Сукук или Джара, надо просто узнать хорошо схему самого Сукук или Джара контракта. Так, можно, можно. Вот как раз вот этот контракт, он был использован для механизма исламик Сукук ликвидити инструмент, то есть по сути управления ликвидностью. В основе механизм запущен в 2008 году, основа Сукук или Джара. Посмотрите, банк А, продавец, продает Сукук банку Б, в данном случае даже уже торговля осуществляется между банками самыми, то есть CBB выпустил Сукук Али Джара, через 6 месяцев ему, главное, назад выкупить свои здания и вернуть деньги. А уже дальше, как этот Сукук обращается между участниками, уже это могут быть два исламских банка, не обязательно Центральный банк Бахрейна. Понятно? Вот смотрите, вам пример. Банк А продает Сукук Али Джара банку Б, это какой-то маркетмейкер, и получает необходимую ликвидность. То есть тут важно, чтобы был не Центральный банк Бахрейна, а какой-то другой банк. Дальше, банк Б теперь уже продает Сукук CBB, то есть он не напрямую покупает у него, в противном случае здесь может возникнуть тоже с точки зрения шариата вопросы. Банк Б продает Сукук CBB, CBB, он является вторым продавцом и предоставляет необходимую ликвидность рынку, необходимые деньги рынку. Дальше, CBB на дату погашения продает Сукук банку А, как бы возвращает ему, первому продавцу Сукук. Механизм строится на двух типах контрактов. Это обещание купить, банк А дает обещание CBB, что выкупит на окончание погашения назад данный контракт. И договор купли-продажи. То есть, по сути, тут два договора купли-продажи между банком А и банком Б, договор купли-продажи между банком Б и CBB и договор купли-продажи между CBB и А. То есть здесь важно, чтобы было три участника. Если будет банк А и CBB, это не шария-комплайнт. Вот данная схема. Вот все, что касается CBB, это все схемы, они достаточно тщательно разрабатывались, и они одобрены, естественно, шариатским советом Центрального банка Бахрейна. И вот когда мы спрашивали у них, они несколько раз подчеркнули, что было важно три участника, чтобы вот этот маркет-мейкер, это как бы банк другой, который не относится к банку А и не относится к CBB. Какой-то еще один участник должен быть. Вот, но я хотела здесь найти какую-то схему. Схем нет, но если кому-то интересно, можно будет потом еще посмотреть этот механизм. Но он опять-таки пользуется большим спросом у рынка, поскольку позволяет привлечь ликвидность в случае, если она требуется какой-то, допустим, раньше, чем планировалось, да, то есть там на 6 месяцев, но она, допустим, требуется через 3 месяца или через 2 месяца, то можно использовать данный механизм. Так, у них четко, у CBB, у них прям есть такая, они выпускают на год программу выпусков, то есть у них четко, что вот такие-то даты будут, то есть у них все определенно, у них нет такого, как, да, шик, там, чудеса, да, там, у них сразу сроки, суммы, четко обозначено, что салам на 3 месяца, джаро на 6 месяцев, то есть по окончанию 6 месяцев, здесь как бы все определено. Так, и вот тоже VACAL инструмент, он запущен в 2015 году совместно с International Islamic Finance Market, то есть международным исламским финансовым рынком. Схема очень простая, но если вы знаете VACAL, очень важно, чтобы еще раз вы знали контракты, если не знаете контракты, надо прям вернуться назад, даже если вы заканчиваете институт, четвертый год, и вы путаетесь в контрактах, или вы, вам сложно уловить этот контракт уже, когда ушли от А и Б, да, на банке переносить, надо вернуться к контрактам и хорошо повторить эти контракты, потому что все исламские финансы базируются на, вот вы знаете, основные контракты, которые вам объясняли, да, и еще VACAL, он тоже сейчас очень большое набирает распространение. Что такое VACAL вообще, VACAL или VACAL, мы называем VACAL иногда VACAL. Что такое VACAL вообще или VACAL? VACAL, да, пишется, это агентский договор. Это агентский договор, где две стороны. Первый – это VACAL, то есть это тот, кто управляет. Второй – MUVACAL. Когда используется данный договор? Вот у нас Альхилляльбанк использует VACAL для структурирования депозитов. Не Moudarabu, а VACAL. В чем здесь, надо объяснить этот контракт или вы знаете? Вот смотрите, вот в нашей книге тоже мы его вставили, потому что он относительно новый. В исламских банках он относительно недавно стал использоваться, ну, по крайней мере, не так он популярен. Вот смотрите, у нас есть сторона, который инвестор, да, мы говорим, тот, у кого есть денежные средства. Он, в данном случае, это MUVACAL. И есть некий агент, мы его называем агентом, это VACAL. VACAL или VACAL по-разному. VACAL. У него есть некоторая сумма денег, допустим, у него там, ну, тысячу каких-то там бахрейнских динар, да, допустим. И он дает под управление, дает своему агенту управлять его денежными средствами. VACAL, она тоже может быть ограниченная или неограниченная. То есть MUVACAL может установить какие-то ограничения, инвестирует туда-туда или неограниченная, то есть только по твоему усмотрению. Что здесь, в чем отличие от MUDARAB? Значит, он заключается агентский договор, договор VACAL. Агентский договор. Агент берет свою комиссию за эту деятельность. То есть он берет, допустим, грубо говоря, 1% от сделки, от вот этой суммы сделки. Это его вознаграждение за работу. И этот 1% он сразу как бы вычитается, то есть независимо от результатов. Это его вознаграждение за работу. И он сразу говорит, я тебе даю деньги под управление, и они устанавливают, какой доходность, потенциально может, ожидаемая доходность от данного управления. Допустим, они установили 5%. Ну, или, допустим, 5%, да, процентов. Теперь что делает агент? Вакиль, он вкладывает в различные проекты. Может, нафинансировать, может быть, в ценные бумаги вкладывает. И получил по факту 8%. Получил 8% от этой сделки. 5% он направляет MUVACIL, 3% уходит ему. Это идет как инсентис, то есть как дополнительный. То есть агенту выгодно заработать эти 5% еще больше? Выгодно ему заработать? Ему выгодно, потому что все, что сверх, он может забрать себе. Он имеет это право, потому что они договорились на берегу, они договорились на момент заключения контракта, что 5% он ему должен выплатить. Он постарается. Это не гарантированно, опять-таки. Он не может дать какие-то гарантии за то, что он эти 5% заработает. Это будет зависеть от результатов фактической деятельности. Здесь, опять-таки, инвестор берет риск. Риск неполучения прибыли. Берет? Берет. Он может и вообще снизить капитал. То есть вложил 1000, а там, допустим, бумаги просели и 900. Тоже может быть риск потери капитала есть. Риск недополучения доходности есть. Поэтому инвестор MUVACIL наделен правом получать доходность. Мы знаем, что в таких сделках ты должен взять какой-то риск, чтобы получить право получить на доходность. По этой схеме работает наш Альхилиаль. Я думаю, в чем здесь для него плюс, почему он выбрал эту схему. Потому что здесь он может более точнее сказать вкладчикам, что он получит. То есть Альхилиаль приложит все усилия для того, чтобы заработать вот эти 5. Когда мы говорим о мударабе, о разделении прибыли и убытков, там они что могут быть? Они там определяют долю соотношений прибыли, там твои 40, мои 60. Но результат все-таки не определенный в большей степени, потому что не знают, какую прибыль получит этот проект. Правильно? Если только они не вкладывают в мурабаху и так далее. В общем, наш Альхилиаль банк работает по вот этой схеме. Здесь важно, что он получает агентское вознаграждение в любом случае, независимо от результата, за работу он получает. Все, что сверх установленной суммы, зависит от агента. Он может поделиться, то есть он может 6,5, допустим, выплатить инвестору, а 1,5 взять себе. Все зависит от агента, от его политики. Если он хочет привлечь, грубо говоря, этого инвестора и в последующем, и привлечь других инвесторов, он может поделить вот этим излишком, 3% с инвестором. То есть сказать, я отлично поработал, давай мы поделим вот этот инсентив, то есть как бы все, что сверх, давай поделим между собой. Не обязательно поровну, может быть в какой-то. Здесь получается, смотрите, механизм Вакова. То есть, смотрите, розничный исламский банк, в данном случае Мувакиль. Мувакиль, да, получается, он 5%, которые они берут на себе за услуги этого фигура и деньги, вот это? Да, они сразу, как комиссия. Вот ему засчитали, вот она поделит. Да, да. Вот смотрите, розничный исламский банк, Мувакиль, заключает вакуло соглашение с Сибиби. В данном случае Сибиби, это агент Сибиби, в данном случае берет на себя обязательство управлять деньгами. Здесь у нас розничные исламские банки, у них есть излишки денег, соглашение всего на неделю заключается. Каждый вторник через систему SWIFT, исламские банки могут заключить данное соглашение. Смотрите, розничные исламские банки заключают агентское соглашение с Сибиби, с тем, чтобы инвестировать средства от лица банков в инвестиционные инструменты. То есть Сибиби инвестирует эти деньги в Сукук и там в различные другие инструменты. Срок соглашения одна неделя доступна каждый вторник. Сибиби размещает предложение на своей странице в Reuters или Bloomberg этой системы. И у них выходит информация, какая приблизительно ставка. То есть приблизительно вот эти 5, естественно, это не 5, это будет 1,05, может быть, маленькие какие-то, потому что всего, во-первых, неделя, во-вторых, очень ликвидный инструмент. Банки, желающие принять участие, направляют Сибиби согласие через систему SWIFT. По окончанию срока соглашения Сибиби возвращает инвестированные средства доход, заработанный, фактически заработанный, не тот, который ожидаемый, по факту, сколько они заработали, за минусом комиссии. То есть, естественно, Сибиби удерживает комиссию. Размер комиссии всего 1 биди. То есть это такая чисто номинальная комиссия, то есть Центральный банк Бахрейна не делает здесь цель заработать на управлении деньгами ритейл-банков. Комиссия составляет всего, грубо говоря, 3 доллара. Сибиби не берет на этом как бы много. Для них самое главное обеспечить исламские банки ликвидными инструментами, потому что если исламские банки есть возможность временно инвестировать деньги, банки будут более свободны в выдаче финансирования, потому что они будут знать, что у них есть инструменты для управления ликвидностью. И от этого выиграет как индустрия, так и клиенты банков, потому что у них будет больше доступ к финансированию. Да, динамика, свобода. То есть им не надо удерживать деньги, исламские банки, понимая, что в любой момент им надо будет погашать обязательства. Да, деньги работают, есть возможности для инвестирования. Пусть здесь будет небольшая доходность, но все равно какой-то доход будет. И в результате это все складывается на финансовых результатах банков, на доходности, на рентабельности исламских банков. Так, дальше. Так, куда я пульте, али? Есть вопросы? Ну, вакало, он очень простой инструмент на самом деле. И выпускает, сейчас очень набирает большую популярность сукок альвакала. Когда под вакалу выпускают, в данном случае вакиль выпускает сукок, собирает деньги от инвесторов и инвестирует в какие-то проекты. То есть сукок альвакала тоже набирает популярность. Теперь смотрите, вот это уже задание, раз у нас студенческая аудитория, здесь задание для вас. Вот смотрите, получается, если мы возьмем операцию денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана, то же самое в России. Обычным банкам что предоставляют, какие возможности предоставляют? Если у них есть проблемы с ликвидностью, пожалуйста, предоставление займов. Запросто. Могут, если у них есть излишки, они могут положить деньги на депозит и заработать на этом доход, правильно? На депозит имеется в виду в Банке России или в Национальной банке Казахстана. В Национальной банке также выпускает краткосрочные ноты, точно так же выпускает Банк России. Краткосрочные ценные бумаги, основанные на Рибии, которые позволяют банкам, если есть какие-то излишки, вложить и заработать на этом. Также обычные банки имеют возможность совершать сделки РПО, то есть закладывать бумаги и сделать обратную куплю-продажу. У исламских банков на сегодняшний день в законодательстве ничего не предусмотрено. То есть у них вообще Национальный банк не ставит своей задачей обеспечивать исламские банки какими-то инструментами для управления ликвидностью. И что происходит? Наш Аль-Хиляль-Банк для управления ликвидностью торгует на Малайзийской бирже. То есть, по сути, вместо того, чтобы что-то вкладывать в Казахстане, если запустить грамотно эти инструменты, они торгуют за рубежом, но это окей, это зарубежный банк. Там у них акционеры Абу-Даби. У них, как вот разговаривали с трежери-департмент, руководителем, он говорит, у меня какие-то проблемы, я в Абу-Даби звоню, они мне подсказывают инструменты и все, потому что работают в связке с крупным участником. Теперь представим второй банк открывается, местный банк, локальный банк. У него нет таких возможностей, таких вот экспертов, чтобы вот так вот помочь. Куда им вкладывать инструменты? В данном случае, если данные механизмы не будут запущены, то получается, исламские банки опять-таки в невыгодных условиях по сравнению с традиционными банками, потому что им некуда инвестировать. Они не могут инвестировать в государственные цены бумаги, потому что там РИБА. Они не могут инвестировать в корпоративные цены бумаги, не могут. Вот есть акции, но в Казахстане рынок акций вот такой, и это очень рисковые инструменты. Не будут они вкладывать, даже если там будет исламская компания. Акция – это не та бумага, которая вкладывается для управления ликвидностью. Для управления ликвидностью должно быть надежный инструмент. То есть там, как правило, должен быть имитент либо государства, либо какой-то там, не знаю, нацхолдинг. Получается вот такая картина. То же самое в России, 100% даю, да? А в Бахрейне, да? Вот в Бахрейне мы же только что разобрали. Вокалы есть? Есть у тебя? У них есть инструменты, как для традиционных банков? Так, посмотрите. Здесь вот я хотела спросить, какой инструмент для приема депозитов? Есть какой-то инструмент, который позволяет открыть депозит в Центральной банке Бахрейна? Только что разобрали. Это Вакало депозит, правильно? Есть предоставление займов? Через Сукука Лельджара можно привлечь в финансирование. Можно, когда купил бумагу, продал ее, правильно? Получил деньги в пользование и потом выкупил назад свою бумагу. Выпуск краткосрочных нот. Сукук Аль Салам можно запустить? Можно. Ну, покупка государственной цены бумаг и в том числе с правом обратного выкупа, это вот можно Сукук Аль Джару опять в 6 месяцев, да, который запустить. Потому что ты назад выкупаешь свою бумагу. И при учет коммерческих векселей тоже как инструмент, но здесь у Центрального банка Бахрейна ничего нет. И по поводу векселей, как бы, всегда считали, что нельзя, но есть один инструмент, который называется хавала, да, по-моему, перевод денег. Вот как-то эксперты говорят, что можно его как-то структурировать, но пока в Центральной банке Бахрейна ничего нет. Поэтому, поэтому тоже пока. Ну, давайте вот по 4 месяца мы запустим какие-то альтернативные инструменты для Исламских банков в Казахстане, это уже будет хорошо. Тем более, что есть примеры. Можно? Да. Тогда, Россия, я не думаю, не запоминал, а какой законодательный власть в Казахстане можно ввести? Если ничего нет, да? Инфраструктуры. Какой законодательный власть в Казахстане для достижения этого закона? Нет, смотрите, а что такое законодательство? Что такое законодательство? У нас есть закон о банках и банковской деятельности, который, а, дает лицензию на проведение банковских операций. А, у нас на основании этого закона работает Аль-Хиляля уже 6-й год работает. То есть есть закон. Другое дело, что нет инфраструктуры. То есть мы говорим, да, что для того, чтобы банки работали, возвращаемся к нашему началу лекции. Да не только закон главный, это еще и вокруг него должно быть ряд институтов и правовых актов, которые обеспечивают нормальную работу самого института. Я не понимаю. Да, получается, что у нас банки имеют право, например, по Мурабахе. Обычному банку нельзя покупать товар. Им не разрешается. То есть он по Мурабахе не работает? По Мурабахе, Исламский банк покупает товар. Закон закреплен полноценно, работает половинчатыми? Нет, они не половинчатые. Закон есть, он регулирует, он разрешает проводить банковские операции. Но он не помогает банкам нормально работать. Он как бы не создает пока нормальной инфраструктуры. То есть Исламский банк, если он сейчас начнет работать, он будет сталкиваться каждый день с определенными сложностями. Вот Парсат Абрахам, это председатель Аль-Хиляля, он прямо в своем интервью говорит, ко мне приходят клиенты с деньгами, когда они узнают, что системы нет, что мы не являемся, они поворачиваются и уходят. Понимаете? Что это для Аль-Хиляль-Банка? Это потери клиентов. Уходят деньги из Аль-Хиляль-Банка, правильно? Заман банк откроется, та же самая проблема будет. Если все эти механизмы не запустить, но это не проблема только Казахстана. Бахрейн и Малайзия — это хабы, это лидеры. Мы на них должны смотреть. Но, грубо говоря, вот приводят часто пример Великобритании, как не мусульманской стране. Давайте с нее будем брать пример. В Великобритании, знаете, какой подход? Они говорят так, мы создадим условия для исламских финансов, но что-то специально менять в системе мы не будем. Например, очень простой пример — система страхования вкладов. Яркий пример. Что там сделано? Там все банки, независимо, исламские, это не исламские, являются участниками системы гарантирования. Обычный. Там в чем харам? В том, что вот эти деньги, которые собирает фонд, он потом инвестирует в харамные инструменты, там облигации покупает и так далее. По идее, исламские банки нельзя там участвовать. Что регулятор Великобритании не выпустил ни одного нормативного акта для того, чтобы исключить, то есть создать какие-то особые условия для исламских банков. Они должны это по своему усмотрению. То есть клиент может отказаться участвовать в этой системе. То есть приходит мусульманин, ему говорят, вот наш банк является системой гарантирования, но наши шариатские советники говорят, что система гаранная, если ты хочешь отказаться в Алюнтаре по своему усмотрению, пожалуйста, но если нет, ты будешь покрыт вот этой харамной системой, понимаете? То есть на сегодняшний день, скажем так, немного стран, которые можно взять с такой, знаете, полноценной инфраструктуры. Это Малайзия, где и Сукук выпускается, там у них Банк Нигара Малайзии, Центральный Банк Малайзии, там вообще он на самом деле гиперактивный, в том, чтобы создать какую-то вот прямо особую среду для исламских банков, потому что там, ну, они даже, наверное, более такие вот воодушевленные, чем Ближний Восток. Вот, то есть там очень много таких инструментов, которые даже на Ближнем Востоке еще не практикуют. Но почему мне опыт Малайзии, ну, это лично мое мнение, почему я не очень, как бы не то, что люблю, не очень я беру за малайзийский опыт, потому что их шариатские ученые делают иногда дозволенным такие инструменты, которые с точки зрения шариата не совсем дозволены, но они руководствуются принципом дурура. Дурура — это необходимость. То есть если это в данном случае необходимо, то они разрешают, делают это дозволенным, да? И вот мне, допустим, как человеку, фиг у меня, нет у меня образования по фигу, мне очень сложно на начальном пути различить, где дозволено, а где вот является такой сомнительным. Поэтому я не иду в эту тему. Мне больше нравится Бахрейн, потому что там вот как-то все строже. Там шариатские ученые, они, может, где-то в ущерб индустрии, но они очень аккуратно вводят какие-либо инструменты. Допустим, самый простой пример. Вот в Малайзии есть такой контракт «Бай-Ляйн» — продажа долга. Своего рода вот обычное РЭПО. Вот на Ближнем Востоке, вот в Бахрейне оно запрещено, и Айофе оно запрещено, а в Малайзии оно долго было разрешено. Сейчас они тоже запресили. Ну, то есть Малайзия сейчас ужесточает. Они сейчас тоже стали делать более чисто, да, то есть убирая те контракты, которые были сомнительными. Вот, поэтому на мой взгляд, но в Малайзии много других хороших примеров, которые можно брать, потому что тоже страна, по сути, небогатая, но смогла поставить индустрию на очень хороший, как бы, да, уровень. Если я вас правильно понял, вот по Англии, получается так, вот, на второй способности, по-моему, в моем взгляд, в Малайзии, значит, есть гарантийный механизм, банковский механизм есть. Гарантирование. Есть Исламский банок, но название Исламский банок, законодательный делает, но все равно я тебя заставлю, через этот Исламский банок нет, они дают... Нет, ты должен сам отказаться от этого. Пожалуйста. Хорошо, я отказался, я должен и сейчас Исламский банок. Нет, нет, ты идешь в Исламский, но ты отказываешься от гарантирования. Все, ты не участвуешь. А, гарантирование. Только по гарантированию, да, да. Ты сам клиент, потому... Да, только в этом плане, да. По-исламски... Нет, Великобритания, опять-таки, в Великобритании, вот в нашей книге тоже, мне очень нравится у них опыт по жилищному финансированию. В Великобритании очень интересно, как Исламские банки у них развивают жилищное финансирование. Очень актуальный вопрос для мусульман, согласитесь? У них очень и Джара популярны, и Мурабаха, и уменьшающийся Мушарака. Разные-разные контракты, у них популярно это. В Великобритании очень много примеров, но вот с точки зрения гарантирования, они, к сожалению, покрывают этой схемой все банки, независимо, исламские это или это обычный. Но дают право клиенту самому отказаться только от гарантирования. И тогда все окей у тебя, потому что там у них карт, депозиты, Мурабаха финансирование, Джара финансирование, там все нормально с этим, потому что там тоже шариатские советы есть, которые следят за правильностью. Понятно? Я имею в виду, что правительство Великобритании, они не создают вот прям, знаете, такие индивидуальные условия для исламских банков. Они поменяли по сути законодательство только в части налогов и просто ввели эти контракты, назвали их альтернативные. Они не исламские называются, альтернативные. Так, и ребята, у нас еще немножко времени есть, я хотела бы... А, вот по ВАК-фонду. ВАК-фонд. Что такое ВАК-ф? ВАК-ф кто мне может объяснить? Проходили где-то? Вообще ВАК-ф это, наверное, один из таких инструментов, которым мусульмане могут вообще гордиться. На самом деле, очень хороший инструмент в плане социальном. Да, вот у нас сейчас тоже есть братья мусульмане, у нас в Казахстане, вот бизнесмены. Допустим, если раньше они давали садака где-то, да, там такие вот безвозмездную помощь, то сейчас есть вот идея о том, чтобы приобрести здание, да, такой вот офис и сдавать его, дать им просто мусульман, чтобы они снимали, в аренду брали, не платили за это, но осуществляли какую-то деятельность. То есть ВАК-ф, по сути, ты даешь пользоваться имуществом, зданием, там, с целью помочь, да. В данном случае, вот смотрите, ВАК-фонд, он был учрежден в 2006 году по инициативе, опять-таки, Центрального банка Бахрейна и финансируется 21 финансовыми институтами, то есть в основном это банки и таковую компанию, ну, в основном банки. Осуществляется под эгидой CBB, то есть Центральный банк Бахрейна полностью контролирует использование, инвестирование денег. А на сегодняшний день, это был 15-й год, июнь месяц, мне дали данные, общий размер, это 7,4 миллиона долларов США. Смотрите, доходы от инвестирования, доходы не сам фонд, то есть вот этот фонд инвестируется в СУКУК, опять-таки, да, в различные исламские инструменты, и вот доходы от инвестируется, используются для финансирования деятельности фонда, именно доходы. 13 членов по Печительском совете, то есть это имеется в виду, там все прозрачно, и независимые есть эксперты, ну, кто наблюдает, и какие программы, то есть эти деньги используют для подготовки шариатских экспертов. Данные деньги используются, вот Advanced Diplom, и сами Commercial Jurisprudence, это как раз фиг, да, данные деньги используются для проведения различных образовательных программ, для того, чтобы подготовить специалистов для индустрии исламских финансов. Вот мы когда учили, у нас был парень один, он работает в стране банки Бахрейна, он сказал, в частности, я за счет ВАК-фонда ездил в Великобританию, получил диплом магистров исламских финансов. У нас в группе был ряд студентов, которые обучение оплачиваются за счет ВАК-фанда. То есть доходы от ВАК-фанда направляются на образовательные, такие академические программы, финансируют молодежь для того, чтобы укрепить их знания в исламских финансах и в исламской юриспруденции. Самое главное. Я считаю, что это очень такой тоже важный механизм, потому что получается, что центральный банк, он не думает только о какой-то обеспечить финансами или какими-то инструментами, финансами банки. Он думает и о чем? О развитии человеческого капитала. И что я вам хочу сказать, вот на самом деле, мы когда были, три дня мы были в центральной банке Бахрейна, вот реально маршала, там такие вот, во-первых, они все молодые, то есть средний воз 30-35, ну максимум 40 лет. Во-вторых, они знающие, они, мы там ездим постоянно на комитет базы, мы туда, то есть они такие люди, которые стремятся к знаниям. Мне вот это очень понравилось, и даже вот в группе у нас было 30 человек, у них очень активные тоже и девушки, то есть половина группы были девушки, половина группы были ребята. И хочу сказать, что они вот прямо очень серьезно относятся к образованию для них. В бахрейнских университетах английский это рабочий язык, вот как мы говорим на русском, так у них английский. Они свободно все говорят на английском языке. В бахрейне вообще все, по-моему, говорят на английском языке, даже взрослое поколение. Вот. И они, мне что понравилось, за счет этого ВАГ-фонда, они готовят кадры. То есть готовят кадры не только для центрального банка, для всей индустрии. Проводят конференции, то есть вот когда говорят, там проходят конференции по исламским финансам, финансируются из ВАГ-фонда. Вот. То есть вот эти вещи, вот наш национальный банк Казахстана, мне что нравится, они тоже объявили, что да, окей, мы будем развивать индустрию исламских финансов, но они тоже ставят развитие человеческого капитала как одно из направлений. Но национальный банк не выделяет деньги, но у нас есть программа Балашак, тоже, аль-хамдуля, реально программа, которой мы гордимся, но она из средств, ну как не средств, она называется президентская программа Зарбаева, и у нас вот, наверное, за годы программы, она уже существует более 10-15 лет, по-моему, около 10 тысяч ребят молодых обучились за рубежом. Вот. То есть если ты не дурак, если ты знаешь казахский язык, если ты знаешь иностранный язык на минимальном уровне, потому что тебя отправляют сначала на языковые курсы, ты можешь поехать в топовые вузы Великобритании, в топовые вузы Америки, Японии, и в том числе в 13-м году включили вузы, которые готовят по исламским финансам. То есть как бы об этом у нас тоже думают. Вот. И кейфейдж Бахрейн у нас времени нет, я вам сейчас только одну вещь покажу. Очень мне нравится. Ой, этот банк. Все вы знаете, в Дубаях есть Пальм Джумейра. Все знают, да, в форме Пальмы острова, искусственные острова. У бахрейнцев, как вы поняли, тоже проблема с территорией, всего 750 квадратных километров. При том, что Бахрейн очень любят Сауди, Сауди там, как выходные, там весь Бахрейн это Саудовская Аравия. Вот. Почему? Потому что у них в Бахрейне женщина разрешается водить машину. Ну, то есть там тоже исламские законы, но более свободные. Да, то есть там женщина спокойно водит машину, у нее все права. А в Саудовской Аравии, вы знаете, допустим, машину нельзя водить, там, ну, строже. Поэтому Бахрейн очень любят Саудовская Аравия, любят Катар. И об этом смекнули очень умные банки и фич Бахрейн. И они реализуют в стране инфраструктурные проекты. Вот это пример исламского банка, который не только делает мурабаху, то есть покупает технику и продает ее в рассрочку, который инвестирует в экономику посредством инфраструктурных проектов. Это один только из проектов. У них там их, ну, порядка, по-моему, семи. То есть это, опять-таки, искусственный архипелаг. Проект реализуется совместно с национальным холдингом Мумталакат. 50% принадлежит вот данного проекта Мумталакат, Бахрейн Мумталакат, это национальный холдинг. И 50% Фич Бахрейн, то есть доля достаточно большая. Идея какая? Идея, опять-таки, насыпные искусственные острова соединяются, они какой-то суперсовременной дорогой, современные здания, бизнес, бизнес, как тут, бизнес-недвижимость, недвижимость желает, то есть для проживания, то есть там виллы с выходом на море и так далее, и так далее. Проект очень успешный, очень востребованный, то есть там, когда мы были, мы еще в Фич Бахрейне проходили стажировку, они говорили, что вот этот, по сути, уже завершен, там уже идут еще от него какие-то ответвления, да? Но это только один из островов. На самом деле у них там еще в разных регионах, в разных частях Бахрейна тоже похожие проекты, то есть у них земли мало, они наращивают землю, и это что делает? Это вклад в развитие экономики, то есть это уже не только финансовый сектор, для того, чтобы это все построить, это тут уже идет и сектор real estate, недвижимость, и строительство, и различные другие, да, то есть отличный пример, на мой взгляд, исламского банка, который инвестирует в экономику, инвестируют они через создание дочерних компаний, то есть KFH Бахрейн, конечно, на баланс вот это все хозяйство не берет, у них на балансе просто инвестиции в Дурат Аль Бахрейн, просто будут инвестиции в Дурат Аль Бахрейн, то есть как бы в ценные бумаги, они как бы вошли в долю, а уже вот этого Дурат Аль Бахрейн свой баланс, свое имущество и так далее, и у них таких проектов много, различные проекты, они вкладывают в телекоммуникацию, они вкладывают в услуги различные и не банковские услуги, да, они вкладывают там, у них какой-то консалтинг есть и так далее, но вот мне очень нравится этот пример, вот в нашей новой книге мы как раз тоже про него описываем, то есть у этого банка, вот я тут выделилась, если потом будет время, в розничном бизнесе у них тоже такой хороший, такие хорошие проекты есть, в корпоративном банкинге они осуществляют торговое финансирование, проектное финансирование, один из, на мой взгляд, банков, которые можно взять, допустим, для дипломной работы и показать хороший пример исламского банкинга, не просто где купи-продай с наценкой, торговой наценкой, тоже это все есть, но доля, по-моему, доля инвестиционных услуг у этого банка 65% инвестиционных, то есть на Мурабаху там, грубо говоря, ну 20%, и Джара у них очень развита, у Киа Фич Бахрейт, они разработали, тоже у них ноу-хау, они разработали, временно верно, да, кредитную карту на основе и Джара, это вот только их не ноу-хау, я у других банков такого не слышала, вот, то есть если когда говорят про кредитные карты, обычно говорят, что там либо товарук, концепт товарука, либо уджер, то Киа Фич Бахрейт, они умудрились разработать на основании Джары контракта, и у Киа Фич Бахрейт еще что мне очень нравится, ну, я видела другие банки, но вот Киа Фич Бахрейт как-то очень удобно, каждому контракту, вот к любой, к любому, извините, продукту, например, вы хотите открыть инвестиционный счет, да, приложено шариатское заключение, то есть все, то есть не просто, да, там, что есть шариатский совет, все продукты проходят, каждому продукту, тетва, да, что этот продукт, это та, все, и три подписи, да, то есть уже это прям вообще, ну, супер доверие вызывает, потому что авторитетные там ученые, поэтому, ну, вот можно, все, в принципе, конечно, времени очень мало, Бахрейт, вообще, опыт Сибиби настолько интересен, что мы вот решили написать тоже про них, там очень много у них аспектов про их опыт, потому что единственный недостаток у Сибиби, вообще у Бахрейна, у них мало публикаций, то есть если вот вы мне спросите, посоветуете какой-то учебник или статью, мало, все можно изучать только по сайтам банков, либо по их нормативной базе, вот то, что я вам показывала, вот рулбуки, да, либо вот брать по рулбукам, вот, поэтому мы хотим подготовить публикацию, опубликовать ее по опыту Бахрейна, потому что, на мой, на наш взгляд, это очень хороший пример для Казахстана. Есть вопросы, ребята? Вы, наверное, устали уже? У вас, по-моему, еще один сейчас будет спикер, да? У нас еще 10 минут. Ребят, давайте вопросы какие? Я свой адрес дала, давайте напишу, кому надо. Вот недавно стала рекомендовать нашим ребятам, все знают Такиус Мани, да? Такиус Мани – это базовая книга. И ваши тоже москвичи, Мадина Калимулина, они занимались. Она очень хорошая базовая книга, которая дает контракты. Вот если вы контрактами путаетесь, надо вот начать с контракта. Такиус Мани. Да, интродакт, ведение в исламские финансы. Аэфэксперт. Да? Такиус Мани. Такиус Мани. Ведение в исламские финансы. Мне еще, ребят, очень нравится Аюб, Мухаммед Аюб. Такая вот книжка. Такая вот. Посмотрите ее. Я, к сожалению, не могу ее скидывать в PDF, потому что это нарушение авторских прав. Но мне кто-то скинул, не помню уже кто. Шикарная книга. Мне чем она нравится, что здесь не только контракты дает Мухаммед Аюб. М? В английском, да? Да. Аюб. Вот. Он работал долго в Пакистане. Пакистанцы они очень строгие в плане исламского банкинга. То есть там сомнений в принципе нет никогда, когда их читаешь. Вот. У него что мне нравится, он дает application, он дает применение контрактов. То есть такиеус Мани, он очень хорош как базовый. Но дальше надо идти. На одном такеус Мани нельзя сидеть, надо идти дальше. Вот дальше мне очень нравится Аюб. То есть он дает сравнительное. Допустим, он дает, допустим, берет из жару и лизинг. Разница, сходство, кейсов много дает. Да, вот. А потом мне что у него понравилось? Риски дает. Вот когда я говорю об исламском банкинге, надо обязательно изучать тему рисков. Какие риски тут возникают? Вот он покрывает эти вопросы. очень интересные и очень легко написано. Поэтому вот моя рекомендация. А, мой электронный адрес по фамилии. Так, сейчас. Какого у вас вообще, ребят, вопросы? Может быть, напишите, я посмотрю, что-то есть. Больше надо читать. Мой совет вам, как молодой аудитории, обязательно надо всем учить английский язык. Без английского языка вообще в индустрии исламских финансов делать нечего. Потому что, во-первых, а, вся литература на английском языке, б, любые эксперты, которые приезжают, они все англоговорящие, цель, любая конференция прилична. Очень много докладов на английском языке. Поэтому английский язык надо учить. И очень хорошо вот его учить, как называется, когда есть конкретная задача. Вот есть такие усмания на русском, есть такие усмания на английском. Берите такие усмания на английском и берите такие усмания на русском. И читайте по страничке в день. Вот отличный вариант. Он очень легко написан и с русской точки, и с английской точки. И тогда вы наберете необходимый вокабуляр ну то есть словарный запас вот а второе обязательно надо очень много читать по контрактам очень важно здесь юридические аспекты если контракта не понимаете вот если сегодня вы поняли что вы частично мне не понимали значит у вас пробелы в контрактах надо это восполнить потому что из раза к разу у вас будет этот пробел сохраняться в исламских финансах когда первый раз принимал на конфет участие конференции сукук это было в лондоне 95 процентов участников были юристы сначала не поняла где вообще финансисты ну как ты самский финанс и сукук потому что с точки зрения механизмов все понятно в исламских на вопрос возникает всегда юридического характера и особенно имплементации внедрения вот наше право поэтому в этой теме очень на самом деле много возможностей юристов вот поэтому имеется ввиду что контракты надо очень хорошо понимаете знать тем более вам в россияне вообще вам классно у вас московские ваши коллеги ребята они переводят стандарты айофи на русский язык вообще как бы первоисточник да у вас и мурабаха переведена и джара переведена мушарака да там по моему порядка десяти стандартов переведено у вас очень много работы проделывается вот коллеги из москвы из татарстана из казани большую работу проделывать если вы не в теме то просто зачем еще не знаете можно у рената габасова смотреть и спросить он вебинары хорошие организовывает то есть надо подключаться к знаниям надо набрать вот необходимые знания чтобы вам потом легко было слушать любого спикера ну вы еще 3 4 курс как бы вас еще времени много но без как бы чтения будут постоянные пробелы так но если вопросов нету я думаю что вот тему которую меня попросили прочитать она достаточно такая знаете как она выше студенческого то есть она больше такая для практика для магистрантов потому что вопрос пруденциального регулирования инфраструктуры это не самый это не базовые темы они даются уже после того как ну да да то есть моя задача была показать вам что для того чтобы индустрия развивалась хорошо и чтоб мы не критиковали да вот я просто часто слышу амаль критикую да там вот ой да там не исламские финансы там у них надбавка еще выше чем у сбербанка у них может быть выше потому что у них нет никакой инфраструктуры сравнили сбербанк который получает деньги от непосредственно да из казны дают им там под 0 1 процент или под один конечно сбербанк может дешево эти деньги раскидывать и сравнили амаль который борется за клиента для того чтобы привлечь он должен ему нормальную доходность делать правильно у которого нет никаких неликвидных инструментов естественно это это нельзя сравнивать как говорится сбербанк или амаль да но надо понимать что сбербанк это харамные продукты даже если вы ложите на текущий счет который не ничего не получаете ваши деньги используются для харамных операций то есть на ваши деньги будут кого-то подребовые кредиты выдавать деньги поэтому в данном случае надо понимать что это просто как бы начало развития индустрии со временем шала по ходу как индустрия будет развиваться будет инфраструктура формироваться и вот помните спикер говорил о том что жару не предоставляют потому что такая фула нету среду по момента кто-то говорил из ваших коллег по россии то есть когда я шала появится такая фул компании покрываться будут гарантированием когда вот инструменты появятся естественно исламские финансы институты будут более конкурентоспособны и можно будет уже их сравнивать сейчас пока нельзя сравнивать ребенка который пришел на рынок пять лет назад и банки которые вас уже 25 лет работает и говорит что сбербанк лучше чем мама это ну это неграмотно абсолютно и да мы не поддерживаем получаемся свою индустрию нет вопросов ребят общем я написала адрес если у вас вопросы пока не возникли могут возникнуть пишите обозначайтесь просто что вы семинара и я постараюсь вам ответить салам алейкум варахмут вабракат пишите обозначение